здравствуйте мои дорогие уважаемые зрители очень рад видеть вас на канале предлагаю ближайшие пару-тройку десятков минут провести вместе со мной пополнение в музее капитал шоу поле чудес получил вот такой подарок заезжал товарищ серега привез мне вот такой вот экземпляр сувенирный вот такой вот набор китайчатина по всей видимости здесь чистящие приспособления для всего для вхс для аудиокассет для компакт-дисков и даже для виниловых пластинок впервые вижу такой набор в котором вот прямо все распечатывать его не собираюсь пусть будет как экземпляр еще правда не придумал как бы вот так где-нибудь может на стену его пришпандорить да не наверно не будет смотреться в общем не придумал короче есть вот такой экземпляр как его хранить пока не знаю на днях забарахлил мой любимчик старина олимп 004 и вчерашний день был потрачен на то чтобы разобраться в его проблемах и эти проблемы решить для канала это я не снимал потому что задача у меня была как можно быстрее поправить ситуацию вообще погружаться в него глубоко сейчас я не могу по понятным причинам тут у меня и сатурн раскидан и времени под это дело пока нету но тем не менее удалось критическое все решить с ним у него значит две проблемы первая и главная проблема в том что в режиме записи стал пропадать сигнал который поступал на записывающую головку причем пропадать он начинал от вибраций рядом стоит колонка когда наваливаешь громкость появляются вибрации и где-то значит происходил расконтакт скажем так и и все и запись пропадала ну разобрал пошебуршил платы отвечающие за запись ну и действительно на плате гсп нашлось место где появилась трещина да как это принято говорить в общем не пропай устранил этот не пропай запись появилась и замечательно можно сказать что по быстренькому задачу решил также у него есть проблема с перемоткой в обратную сторону но я обнаружил в чем потенциальная причина то есть по крайней мере я знаю куда теперь копать для того чтобы с перемоткой проблему решить ну вот я понял почему перемотка назад работает плохо сейчас я включаю перемотку назад но она как-то работает но шумит но по-настоящему хорошо она начинает работать когда вот так доводится вот этот рычажок все и пошла перемотка так как мне надо в остальном аппарат по-прежнему бодр по-прежнему в боевом состоянии собрал поставил и окей недавно заезжал ко мне игорь анатольевич привез вот такие вот винтики его ноу-хау о котором я вам недавно рассказывал вот такое-то изобретение ремкомплект для восстановления подкатушника для советских катушных магнитофонов первого класса значит претерпел такое небольшое улучшение улучшение заключается в том что вот эти вот винтики ну нужно использовать другие потому что вот как бы вам продемонстрировать слышите это вот задевает значит об резьбу детали задевают об резьбу и такое получается неприятное задевание так вот решением этой проблемы являются вот такие вот винты где значит резьба не на всю длину винта давайте попробуем заменить неподходящий винт на подходящий я хочу ощутить какой же получился эффект от замены этого винтика мальчика ну вот эффект достигнут теперь вот этого ощущения шорканье об резьбу нету стало гораздо лучше хочу сегодня с вами развлечься вот на какую тему прикупил немножко интересных как мне показалось катушек вот одна катушка номер 18 вот вторая номер 18 заплатил за обе эти катушки 700 рублей то есть по 350 за каждую и вот еще набор малюток мне достался в подарок предлагаю рассмотреть подробнее что это за катушки и потом в дальнейшем поставить их на магнитофон вот так из любопытства включить что там за записи на лентах поглядим первая катушка самое наверное интересное в этой покупке вот такая вот старинная цветная красота так присмотримся не в камеру не мимо камеры толком не видно москва рассвет а-57 во вот так видно хорошо что такое 57 57 год или что а что означает буква а если меня смотрит кто-то кто хорошо разбирается в этих вопросах я буду очень рад почитать в комментариях пояснения к это надписи рассвет это что завод такой или или что пленочка имеет ярко выраженный уксусный запах из скорее всего она не советского производства потому что со слов продавца на ней записаны какие-то японские напевы он пытался стереть эту запись на магнитофоне saturn 202 но у него ничего не получилось не стирается говорит он такой интересный тут ракордик место склейки следующая катушка в общем-то это обычный славич обычный да не обычный поверхность здесь гладкая а у обычного рифленая и он такого желтенького такого оттеночка в общем не частый может быть и небольшая редкость конечно эта катушка но тем не менее встречается такая не так уж и часто решил купить до кучи ну как бы заодно пленка здесь собственно такая же самая как и на предыдущей катушки к ней подходит все те же самые эпитеты которые я про предыдущую ленту говорил ну и приятный бонус мы с продавцом с этим давно знакомы и он говорит я тебе горит час еще малюток отдам и отдал малюток и давайте этих малюток посмотрим что там за малютки такие такая малютка тут вторая сторона какой-то значок вот елочки тут какие-то или что это тут что написано гост такая вот малютка с пленочкой шхз тип непонятно какой тип 3 наверное 70 какой-то наверное год старинная сегодня видео по большой части для любителей старинного при старинного катушечного добра вот такая вот малышка ох видавшие виды ох и видавшие значок такой-то эльфовский по моему значок что ли по свима тип а 2601-6 да что такое я ожидал что камера уже увидела камера отказывается наводиться на такое ну вот видно не будем долго на этом заострять внимание следующая малю . такая вот малю . какой-то значок типа спутник космический или что это да слушайте значок такой на спутник похожий не знаю такой значок так цена 45 копеек а тут что тут гост все по госту так лента шхз тип 6 походу хз тип 6 далее следующая малышка тут что-то так с бугорком так намотана просто не плотно тоже значок этих елочек мы такой значок уже видели но здесь допустим по-другому сделано да в отличие от такой где как раз значок елочек нам и попадался так хочу намотал то лента посмотрим какая так уже из любопытства раз мы смотрим это все а вот здесь не написано что за лента это скорее всего уже что-то из восьмидесятых коричневого цвета и по толщине значит она скорее всего приближается к 35 микрометрам следующая малышня ухты это прям вот разбитая что за значок тут у нас кто значок то такой непонятненький не встречал я раньше такую редкость что за лента тоже пока не могу понять но судя по грубизне судя по грубости этой ленты это вот стариотипа тип 6 или около того следующая вот такая еще тоже вот это знать знакомый нам значок уже даже сегодня мы его уже видели конвертик такой эльфа наверное но если ошибаюсь может быть это какая-то ранее тасма точно не знаю ребята и лента здесь шхз тип фиг пойми какой 6 в общем вот такое ребята у меня прибавление маленькие катушки мне нужны потому что у меня есть маленький катушный магнитофон может в будущем появится какой-нибудь там переносной так что в принципе так то интересненько сейчас я все это соберу в кучку и давайте достанем магнитофон попробуем хотя бы так приблизительно услышать что на этих лентах такое записано помогать нам в экспресс прослушивание этих катушечек будет эльфа со встроенным динамиком как мне сейчас кажется этого магнитофона вполне будет достаточно для того чтобы примерно заценить что это там записано я так если правильно помню на этих лентах запись на 9 скорости поэтому сразу на 9 мы попробуем послушать ничего ее шатает как так это в обратную сторону понятно две дороги одна дорога в одну сторону другая в обратную скорее всего чуть-чуть вперед еще ясно вторая катушка вроде бы должна быть примерно того же толку что и предыдущая что и первая пленочка поровнее тут видать сатурна удалось потерять но не до конца не хватило мощей японская речь понятно японская речь только в обратную сторону в общем действительно японские записи японская лента получается старинная наверное какая-нибудь сони по крайней мере это предположение опять же со слов продавца ну и малышки что тут на этих малышках тоже проявим любопытство так понятно это в обратную сторону примерно понятно тот же формат две дороги по одной дороге на каждую сторону каждая дорога занимает половину ширины ленты следующая там лента прокручивается с таким загадочным звуком аплодисменты 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 вот видит от этого какой-то вот добротой теплотой детством что ли вот от такой музыки от таких записей аплодисменты что дальше интересно знакомая мелодия а и а Какая-то речь, но слова я не могу разобрать. Какая-то речь, но я не могу разобрать. Какая-то речь, но я не могу разобрать. Я скажу в этот раз, я скажу в этот раз, прости, не совпрощай. Какой-то VIA, не знаю какой. Это вот подразбитая катушка, но ничего вроде стоит нормально. Что-то древнее предревнее. Склейки идут прямо вот одна за другой. Что-то в обратную сторону. Примерно понятно. Последнее. Моя лекарка! Больно. Больно. Да, больно. Надо не поверить, чтобы больно было. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. До десяти считать умели. В общем голоса с далекого прошлого, вот и все на сегодня. Не курите, не бухайте, ведите здоровый образ жизни. Пока. Ну все, рабочий день, прошу считать закрытым. А еще вот что я придумал. Ну тут-то надо долго ждать, когда горячая вода пойдет, когда пойдет горячая вода, он красным загорится. Вот так-то. Вот так вот.